Какой нужно наносить слой шпаклевки, чтобы не портить поверхность? Чтобы ту поверхность, которую вы подготовили и отштукатурили, чтобы на финише она сохранилась. Для наглядности хотел вспомнить одно декоративное покрытие, которое мне приходилось наносить в свое время. Это байрамикс, то есть мраморная крошка, как ее называют, мраморная штукатурка. Что она из себя представляет? Это гранулы, которые замешаны в клею. Они бывают разноцветные. Так вот, там основная особенность заключается в том, что ты, когда шпаклюешь, ее наносишь на стену, чтобы нанести ее равномерным слоем, и чтобы этот слой не был ни толще, ни тоньше. Если он будет тоньше, то будет стена просвечиваться. Если будет толще, то, соответственно, будет темное пятно. Так вот, в чем заключается, почему я вспомнил именно про эту штукатурку? Кстати, кому интересно, я ссылочку оставлю в описании. Я подробно снимал, как наносить. Может, кому-то будет интересно. Почему я вспомнил этот пример? Потому что там наглядно была инструкция. Мне она понравилась, в каком отношении. То есть, там было написано, что для равномерного нанесения слоя нужно наносить в полторы фракции. То есть, что значит полторы фракции? То есть, когда мы одну фракцию наносим, то это называется насдир. То есть, таким образом может просвечиваться стена. Полторы фракции, то стена не просвечивается. Если мы уже две фракции больше, то мы накладываем слой. То есть, вот четкое определение. То есть, полторы фракции. То есть, если мы наносим больше полутора фракции, то получается, у нас будут темные пятна. И это на самом деле так. То есть, так как там была крошка крупнее, то есть, если брать наглядно с шпаклевкой, например, просто это очень сильно бросалось в глаза. То есть, если действительно ты перекладывал толще слой, делал в две фракции, в три фракции, то потом, когда на следующий день сразу это не видно, на следующий день, когда высыхает, особенно это касается темных тонов, когда, например, была штукатурка темная, сам песок, то это очень сильно бросалось в глаза, потому что там, где у тебя идет полторы фракции, там светлый фон. Ну, то есть, светлестина, где, соответственно, у тебя две-три фракции, там идет темным пятном прям. Вот. И получается, что там было наглядно видно, то есть, когда ты ровную стену сделал, или когда ты лишнее где-то снял или наложил. Вот ровно полторы фракции. Если ты выдерживаешь этот слой, соответственно, получается, что у тебя стена идеально ровная. Вот. Это очень тяжело. Ну, как бы я некоторыми секретами делился в этом видео, как выдержать вот этот слой. Специальным, обычным шпателем это тяжело было сделать. Специальная вот есть швейцарская гладилка, она чуть-чуть удлиненная, двухручная такая. Вот. Ей более-менее получается ровно разровнять. Вот. Но это немного отвлекаясь от темы. Просто смысл в том, что мы, чтобы не испортить поверхность, должны научиться наносить правильный слой шпаклевки. Если мы не соблюдаем этого, то, соответственно, получается, мы портим поверхность. Особенно это касается механических нанесений, и когда мы там шуруем с пистолета, потом он подсыхает, мы потом даже не получается нам срезать, потому что шпаклевка уже начинает подсыхать на стене. Вот. Давайте теперь перейдем конкретно к шпаклевкам. То есть о чем идет речь? Речь идет о, например, финишной шпаклевке, такой как, не знаю, ну, допустим, витамин ЛР+. У него фракция 0,3 мм. Это чуть меньше миллиметра. Вот. То есть 3,1. Таким образом, если брать полторы фракции, то получается полмиллиметра. То есть получается идеальное нанесение шпаклевки, вот именно витамин ЛР+, это полмиллиметра. То есть если мы укладываем ее толще, соответственно, получается, мы портим поверхность. Все просто. Просто я говорю, это наглядно видно, когда вот я вот работал с этой декоративкой, декоративной, это прям очень сильно видно. Так вот, когда вся стена белая, непонятно, да, где-то там слой наложил, не наложил, непонятно. Вот. А там прям наглядно. Если ты чуть-чуть не будешь придерживаться вот этого регламента, полтора, полторы крошки на слой, то сразу будет бросаться в глаза. Да, здесь, конечно, не эта штукатурка, здесь, если что, можно шлифануть, вот не так страшно, но смысл остается один. Если мы будем укладывать толще слой, соответственно, перекладывать лишнее, у нас, во-первых, будет перерасход, первый, а второе, мы будем ломать плоскость. То есть мы отштукатурили идеально, во всех плоскостях ставим правило, все у нас ровно, но при этом зашпаклевали, и у нас испортилась плоскость. То есть мы начинаем где-то здесь, переложили лишнюю шпаклевку где-то там, и таким образом получается, что у нас на финише поверхность немного испортилась. Да, может быть, не критично, но мы ее подпортили. Поэтому я еще раз повторяю, я не рекомендую накладывать толстый слой, когда мы шпаклюем. Пройдите обязательно в два слоя, потому что для такой маленькой фракции, как, например, витамин LR+, а тем более шитрок, такая шпаклевка, как шитрок, у нее в 10 раз мельче, то есть это полмиллиметра, а это получается в 10 раз еще меньше фракция, то есть, соответственно, слой еще в 10 раз меньше. Это идеальное нанесение. Я не говорю, что мы так все должны наносить, но мы должны стремиться к этому, потому что в другом случае мы просто ломаем плоскость. Да, есть, конечно, холодные стыки, есть моменты, когда мы слой на слой накладываем, и там происходит утолщение, но все равно мы должны стремиться к этому слою, к этой толщине. Вот если мы не будем этого делать, мы просто-напросто испортим поверхность. Вот такое небольшое видео, поэтому прежде чем шпаклевать, допустим, любую шпаклевку, возьмите, посмотрите зерно, посмотрите зерно фракции, то есть, допустим, я повторю, вот у шетрог, ротбанд идет 0, по-моему, 0,25 миллиметров, у витамита 0,3, ну, то есть, в 10 раз крупнее. Соответственно, вы можете вычислить идеальную толщину слоя. Идеальная толщина слоя проверена, это полторы фракции. Полторы фракции это идеальный слой шпаклевки. Больше вы ломаете плоскость. Запомните эту простую истину, и вам будет проще, во-первых, и доказать заказчику, что нужно обязательно второй слой пройти. И, во-вторых, на финише вы не будете удивляться, почему у вас плоскость испортилась. На этом все. Спасибо всем за просмотр.